вот за что я люблю полгода с евгением слушаем советы женщины и ни разу не обманула или были не знаю меня постоянно обманывает говорит осталось ноль сантиметров а по факту он еще 10-20 нет ты не прав так по инструкции и должно быть представь если бы ноль был действительно нулем со свойственной человеку инерции и мышления до воды кстати от этого страдают больше всего ты бы уже много раз доехал до минус одного и больше и так к чему все это полгода позади накопился опыт которым можно поделиться все-таки нескольких дней которые мы взяли на подготовку первого материала маловато для знакомства со столь функциональным устройством как мультитроникс теперь мы знаем о нем гораздо больше может быть кстати и он у нас иногда кажется что у него действительно есть разум но все-таки парковка это далеко не основная функция мультитроникса одна из основных уровень топлива в баке кто-то скажет есть же штатный прибор но что такое штатный прибор стрелка которая дает лишь приблизительное представление о том сколько топлива осталось хорошо когда есть пол бака и знать точный объем не так уж жизненно важно а когда топливо на дне погода которую иной раз показывает стрелка может в любой момент толкнуться и так решение нужно отстроить заводские значения по расходу в этом приборе под ваш автомобиль сделать это очень просто откатав от первого полного бака до очередной заправки вводим затраченный литраж мультитроникс и готова лучше был еду как-то из находки лампочка уже давно горит но это по прибору вижу что бензина еще предостаточно в итоге благополучно доехал до заправки в 5 литров мне нисколько не у него у меня рекорд 2 литра хорошо когда знаешь остаток топлива в баке с высокой точностью внимание остаток бака 2 кстати после отстройки системы раскрывается огромный потенциал компьютера это и моментальный расход топлива мы можем видеть как он реагирует на манеру нашей езды и прогнозируемый километраж сколько мы проедем на существующем запасе бензина в общем все что каждый любознательный водитель когда-либо пытался посчитать самостоятельно будет известно достоверно без лишних головоломок а вот еще одна интересная функция оказывается если очень резво стартовать с места мультитроник сообщит время разгона до 100 километров в час догадываетесь к чему я планю это же отличная возможность доказать что суббару гораздо лучше чем фонда ты не боишься доказать обратное прошу а тут никак секундомеры не калибруется то я может быть лучше проехал этот человек явно не постесняется откалибровать пройденный километраж на одометре перед продажей машины нет же не калибруется жаль но ближе к делу в компьютере еще миллион различных функций вот например у многих современных авто отсутствует информация о температуре воздающей жидкости на панели приборов есть только лампочка непрогретый мотор и перегретый мотор поэтому точные данные в градусах будут крайне полезными нам же эта информация пригодилась когда мы проверяли не будет ли двигатель перегреваться после установки защиты картера не перегрелся интересная закономерность о существовании вот этой детали среднестатистический автомобилист японии германии или к примеру сша и слыхать не слыхал а вот в россии знают практически все так как наш бензин скажем так это шок для японских автомобилей приходится иногда заниматься тем что чистим дроссельную заслонку вот это качество нашего бензина с нашим бензином дроссель современной машины засоряется или закисает в результате чего могут плавать обороты поэтому трудно переоценить функцию мультитроникса положение дроссельной заслонки с ее помощью можно без труда отследить положение дросселя относительно нажатия педали акселератора вот еще один случай как-то раз заехал в лужу мультитроник предупреждает низкое напряжение бортовой сети оказалось что при намокании ремня генератора он стал проскальзывать и зарядка не шла вывод мультитроникс вовремя предупредил об ослаблении ремня генератора примечательно что список этих функций растет от прошивки прошивки достаточно заглянуть на пять минут к мастеру по установке чтобы у вас появился целый набор новых функций что же касается функции сканер а это диагностика двигателя и других агрегатов ни в этом автомобиле ни в этом автомобиле пока никаких ошибок не было поэтому есть идея спровоцировать ошибку чтобы проверить но об этом уже в другой раз а также о том как пользоваться таксометром как не забыть оплатить по веса сага и а многом-многом другом и последнее преимущество скорее эмоциональное нежели функциональные насколько бы часов ночи ты не вернулся в свой дом на колесах всегда услышишь приятный женский голос который никогда не задает лишних вопросов а а а а а